Добрый день дорогие зрители, это единственный и неповторимый Феном, и сегодня я вам предлагаю начало новой серии на моем канале, и я очень долго ждал того момента, когда я смогу это сказать, мы будем проходить игру Ведьмак 3 Дикая Охота. И я специально ждал, получается, больше уже двух лет, чтобы пройти эту игру на моем канале вместе с вами, ребята, и да, я не могу описать, какое удовольствие мне это доставляет, что сейчас я могу их прямо это сказать, мы будем проходить 3 Дикая Охота. И да, я думаю, что так как я из того, что я наслышал, и я таким образом тоже буду пытаться проходить, что полное прохождение занимает где-то 200 часов, поэтому эта серия может быть очень долгой, так что ну вообще полное, я не знаю, целый год будем проходить. Но я, например, готов, и я очень с нетерпением жду то, что мы увидим в этой игре, и я не знаю, что здесь происходит. Ну ладно, я примерно понимаю, что могло бы стать в конце, но так как в конце можно выбирать, ну, что в реале кончится, чем реально кончится эта игра, тогда это только примерные соображения, они исходят больше из того, что я, ну, чисто из моих личных предположений. Так, таких больших спойлеров я никак не видел, я не знаю, что здесь вообще происходит, и что и как. Единственное, что я могу, единственная вещь, которую я знаю об этой игре, это то, что я знаю, как бы тестово, ну, немного, небольшого тестирования, где я проходил примерно. Ну, сыграл пару часов, может быть, но там по большей части тоже это больше смотрел, но там только графика работает и прочие дела. Так что да, в принципе, это идем вслепую и, ну да, отправляемся. Я надеюсь, что к тому времени, когда я закончу игру, я смогу позволить себе купить дополнение крови и вино. Ну ладно, но каменные сердца у меня уже установлены, как видите, и, я надеюсь, крови и вино я тоже смогу скоро добавить. Ладно, отправляемся тогда в новую игру. Новое начало. Назад это могло бы еще, уровень сложности мог быть. Сюжеты драки пусть будет. Обучение... А, выключено. Симуляции решений. Не понял. Ладно, сделаем так. Ладно, слушаем. Ладно, слушаем. Ладно, слушаем. Продолжение следует... 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 Увидимся внизу. Нет. Понятно, почему ты так сюда рвалась. Бей. Цири, ты не в цирке. Первет. Нет. Ноги. Хватит. Слезай. Сальто? Как иначе. Можешь снять повязку. Есть еще над чем поработать. Рефлексы слабоваты. Для ведьмака? Может быть. Думаешь, утопец или стрыга будут тебе поддаваться, потому что ты не прошла ведьмачьих мутаций? В любом случае, на твоем месте я бы боялся Весемира больше любой стрыги. Пренебрегать его заданиями неразумно. Ой, да ну. Эта книжка была страшно скучная. Я знаю. А ты знаешь, что это не повод. Ой, прости. Я все поняла. Больше не повторится. Извинения недостаточно. Ты должна прочитать Гули и Альгули целиком. С комментариями. Нет, пожалуйста. Я лучше буду чистить конюшни. Я уже все сказал. Пойдем позанимаемся внизу с остальными. Мы побежим через стены. А черт с ним, почему бы и нет. Конечно, через стены. Ты в школе ведьмаков или в оранжерее? Я внизу первая. Только если свалишься. Да. Что я говорил о дыхании? Дыши ртом в ритме шагов. Ну же. Княжна. Цири, не кривляйся. А, сюда надо было. Посмотрим. Застрял? Тебе помочь? Я победил. У тебя ноги длиннее. Я тебе еще покажу. Только сначала вырасту немножко. Ой-ой-ой. Ну и лицо у Весемира. Ты что-то хочешь сказать, госпожа моя? Я ужасненько виновата. Дядюшка Весемир. Молодая кровь требует дела. Я понимаю. Но в бою знания важны не меньше меча. Ты должна хотя бы гуля от альгуля отличать. По отметинам, якоже у пантеры тигриной, взирикание живущей и телом нездраво бледной. Значит, ты прочла раздел. Но ты все равно должна была спросить, а не... Но ты же спал, дядюшка Весемир. Что ж ты сразу не сказала, что сделала задание? Не используй преимущества при первой возможности, но только тогда, когда это даст наибольший эффект. Так дядюшка Весемир говорил. Ты способная ученица. Не слишком послушная, зато способная. Ладно, хватит болтать. Геральт в паре со мной, Ламберт с Эскелем, Цири с куклой. Опять? Не привередничай, берись за меч. Цири с куклой. Ну что, повторим основы или сразу спарринг? Пусть будет. Начнем сначала. Даже мастерам стоит иногда вспоминать основы. А Цири новичком-то назвать сложно. Ну так. Посмотрим. Оставай месть, Геральт. Ну что ж, как угодно. Ну. Отметить его как Цель. И как же это? А не сказано, главное, какой клавой. Стар, я для всего этого. Ладно, посмотрим, какая клава на это должна быть. Главное, даже не сказано, какой кнопкой это делать. Или может, я просто быстрые удары. Раз, два, три. Сильнее, чтобы удар в костях чувствовался. Эй, барышня, локоть при ударе не выпрямляй. Уклоняйся. Ноги, Цири, про ноги не забывай. И двигаешься сегодня, как муха в смоле. Еще раз. Ну. Давай, старик. Теперь блогер. Цири, смотри, под каким углом Гера держит меч. Ага. Что мне блокировать? Я дерусь с глупой головой. Научишься плавать? Пустим воду. Я репорт. Удар. Отвечай. Может, походу меня. Ну, давай. Вот тебе. Квартирио. Так, ладно. Еще одна клавиша, которую надо просто смотреть в перевязи. Ладно, посмотрим в таком случае. А, все понял. Давай, весь мир. из-за камеры вы наверняка не видите, что в левом углу то, что в нижнем правом углу находятся подсказки для того, какие клавиши что делать. Но проблема в том, что большая часть из того, что мне здесь было нужно, они даже не показывают. Так, ладно. Знак Квен, значит. Это был знак Аарт. Вот почему он... Говорилось же, что на... Вот сейчас опять. Вот все время надо вот это смотреть. Переключиться между знаками. Колесом выше. А он это не делает. Ладно, посмотрим еще раз. Так. А, вот. Квен, значит, у нас на шестерке. Довольно глупо. Квен иногда называют ведьмачьим щитом. И смотри, почему. И чтобы искры летели. Так. Видишь? Если бы не Квен, я бы оказался в огне. Арт Геральт. Давай. Поняла? Арт собьет с ног любого. Нарушит ритм. Отбросит ненужную вещь. Переходим к Аксию. Сучья кровь. Как я его не люблю. Так. Которая кнопка у нас была для Аксия? Так. Аксия все в голове появится. Теперь Ирден. Помнишь его? Ну, давай. Довольно глупости. Видишь, Цирик? Так я и шевельнуться не смогу. И дай бомбу. Не бойся, Цирик. Вен выдержит. Так. Бомба под какой клавишей у нас теперь? Эм. Будет быстро и больно. Так. И как же мне в него бросить эту бомбу? Блин. Блин, а я же... А, ну да. Я же снял обучение в начале, а потом больше не показывается. Да, глупо я как-то... Все это сделал. Да уж. Секунду. Ладно, пока я с этим разберусь. Я на секунду приостановлю запись, иначе это смотреть, конечно, не самое интересное. Вернусь через секунду. И мы вернулись обратно в игру, и я узнал, как кидать бомбу. Только я жутко косую. Ставим на какое-то место. Бросить бомбу в чучу. Ладно. Достаточно. Теперь спарринг. Будет быстро и больно. И еще раз испробуем. Хорошего понемножку. Не получилось. О, неплохая комбинация. Да, я уже привык к тому, что во втором Ведьмаке были... На левой клавише были быстрые удары, а на правой был мощный удар. Ладно, хватит. Ладно, хватит. Ах, вот же дьяволенок. Как вернется, посажу ее полировать все мечи Каэр Морхена. Ты нашла шлем? Цири! Будешь чистить все мечи до последнего. Что за... Что за... Я долго ждал этого... Белый волк. Белый волк. Белый волк. Все в порядке? Кошмар приснился. О чём? Долго рассказывать. Заря ещё не скоро. Время есть. Всё началось в комнате для гостей в Кайар Морхене. Я грелся в бадье, а рядом была... Рис? Йеннифер. Забавно, да? Её там и не было никогда. Но во сне всё было такое настоящее. И она чем-то парила тебе мозги? Тогда всё точно, как на Ивне. Мы найдём её. Потом я пошёл за цири. Мы вместе тренировались. Вот были времена. Маленькая разбойница. Я тренировал детишек, которые были быстрее, сильнее, но ни у кого не было её характера. Закончилось всё не слишком хорошо. Я про сон. Не слишком. Появилась дикая охота. Они бросились на цири. А я не мог двинуться. Стоял как столб. Это только сон. В том-то и дело, что не только. Каждый раз, когда цири мне снилось, что-то было не так. Что-то ей угрожало. Мы научили её защищаться. И от призраков тоже. Сейчас рассветёт. Пора ехать. Покажи-ка мне письмо от Йеннифер. Может, ты упустил что-нибудь? Ничего я не упустил. Мы должны были встретиться в Вербицах. Только их спалили до тла. Остаётся идти по её следам, так что... Помолчи немного. И дай мне письмо. Ага. Пахнет сиренью и крыжокником. Ты собирался его читать, а не нюхать? Нам надо встретиться как можно скорее в Вербице Увызимой. Там нам больше делать нечего. Тут ещё по скриптам. Единорог по-прежнему у меня. Это она о чём? Чучело-единорога. Мы использовали его пару раз. В определённых ситуациях. Чего молодёжь только не выдумает. Вернёмся к делу. Как думаешь, сильно мы от Йеннифер отстаём? На два-три дня. След свежий. Только вот ведёт он на большак. А там его наверняка уже затоптали. Постой. Слышишь? Слышу, не чувствую. Гули. Вот чё. Ещё один. Так, давай её поможем в Весемеру. Конечно. Когда войско проходит, за ним попитаны группоеды. Идём, пока новые не набежали. Согласен. Возьму пару реагентов. Так. А, конечно. Я рассказывал, встретил я как-то чародея, который утверждал, что это, мол, исключительно полезные существа. Потому что из их крови можно варить эликсиры? Нет. Потому что они, поедая гниющие тела, предотвращают эпидемии. А-а-а. А он знал, что живых они тоже едят? Нет. И очень из-за этого огорчился. Я могу представить, что я знаю, о каком чародеи идёт речь. Но что есть... Я помню, был один. Вот это для наших война повернулась. Кто тут наши? Королевство Севера. Теперь скорее королевство Родовида. Ни Тимерия, ни Кайдена больше нет. Родовид говорит, что как только выиграет войну, вернёт войска на старые границы. А ты веришь? Надо во что-то верить. А то жить не хочется. Интересно, значит, Хенсальт погиб за время перехода из второй игры в третью. Интересно. Вот, во... Не так быстро. Идём? На помощь! Помогите! О, чёрт. А это что? Мантикор, что ли? А нет. А-а-а! Найдет! А-а-а! А-а-а! Улетел? Да, вылезай. О, боги. Я ж едва не кончил так же, как моя кобылка. Это если бы повезло. Твоя кобыла умерла сразу, а грифоны любят помучить. Едят живьем по кусочку. Вы... вам надо думать, вознаграждение полагается. Ты нам ничего не должен. Ты попал в беду, мы тебе помогли. А говорят, что у ведьмаков сердца нету. Мыл они бесплаты и пальцем не шевельнут. А еще говорят, будто мыши из гнилой соломы родятся. Как там след? Как я и говорил. Доходит до большака и обрывается. Затоптан. А вы ищете кого? Да, одну женщину. Невысокая, длинные, черные волосы. Видел такую? Нет. Ну вот что. Тут, в Белом саду, есть корчма, единственная в округе. Проезжие часто там останавливаются. Так, может, чего и узнаете? И вот еще что. Хозяйкой там моя двоюродная сестра. Скажите, что Брам вас послал. Так она вас примет как родных. Неплохая идея. Тем более, тебе рано нужно очистить. Да что там. Он меня едва царапнул, но... Ржаной водки я бы выпил. Такой, знаешь, холодной. Прямо из погребка. Так едем. Конечно же, водку это сразу можно хлебнуть. Ладно. Доберемся до корчмы, и тогда я остановлюсь. Скажем так, это был... Значит, Грифон так близко к деревне. Странно. Вот и мне так дражится. Лесу в горах, да, но здесь, в большиках... Может, это из-за войны? Повсюду трупы, запах крови, поляной плоти. Иногда это сводит чудовищ с ума. Людей тоже. В Белом саду надо быть поосторожнее. И как только что-нибудь узнаем, сразу поедем дальше. В первом видео мы, так скажем, занимались обучением. Тут в следующей части тогда начнем по-настоящему тут заниматься делом. Как кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмаковать. Это верно. От тех слева. Машку-то и отрубили? Было такое. Только мальчонки... Что? С ними это пока не плотно. Это, между прочим, герб. Тимирские лилии. Пускай висят. У нас уже не Тимирий, дед, а не Львгаард. Да не в жизнь! А никто тебя не спрашивал, придурок. Прошу прощения за этих пинчук. Да ничего. Мы привыкли. Люди здесь нервные. Мало того, что войска только прошли, так и грифон шныряет. Да уж, мы с ним уже успели познакомиться. Встретил я твоего родича, Брама. Брама? Что с ним? Живой. Передает привет. Судари-ведьмаки. Еда и питье за мой счет. Чего изволите? Я ищу одну женщину. Темные волосы, фиалковые глаза. Одевается только в черное и белое. Ехала из вербиц. И... Знаю, что это звучит глупо, но... Пахнет сиренью и крыжовником. Не видал такой. Я бы запомнила, уж поверьте. Да, ее не забудешь. Может, кто другой вам подскажет. Много тут приезжих со всех сторон. Поспрашивайте. А жив ли он на тут у ваших? Так ведь все в пути. Один родных ищет, другой от фронта бежит подальше. И каждому зайти надо выпить, ночь в тепле провести. Значит, война вам на руку. Пока она, конечно, так. Но по мне, лучше б мир вернулся. В такое время никогда не знаешь, что завтра будет. А денег-то дают за грифона? Пока нет. Раньше, если такое чудище в округе гнездо совьет, староста на награду в складчину собирал. Или ехал к господину просить помощи. А теперь староста даже в нужник без согласия черных не ходит. А господина, кажется, повесили. Вот и нет на него заказа. Жалко. Мы бы помогли. Только не задаром. Да, это уж точно. Ладно. Спасибо за все. Помочь тебе с перевязкой? Успокойся. Я еще не совсем рассохся. Тогда поспрашиваю про Йен. Угу. Только лучше бы нам поменьше внимания привлекать. Да. Черные уже... Сейчас посмотрим. Что у меня... Ну да. Я-то надеялся, что можно будет каким-то образом импортировать снаряжение с... со второй игры. Но, увы... Увы, увы. Это не так. Ну, ладно. Ничего. Будем собирать новую экипировку в течение этой игры. Но на сегодня я думаю, что это будет все. Только сначала закинем это туда. И у нас эликсир тоже есть. Закинем это туда. Ладно. Да. На этом тогда у нас будет все для первой части. И, да, в следующей части тогда мы по-настоящему начнем заниматься делом в этой игре. И, да, будет весело, я думаю. Но на сегодня это будет все. Итак, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, тогда подпишитесь на мой канал. Если вы поставите лайк или напишите коммент, это будет очень-очень полезно. И не забудьте, что у канала есть свои странички в Facebook, Twitter и Вконтакте. Ссылку на них можно найти в описании этого видео. Также какие-то ссылки на мой Twitch-канал, на котором я провожу стримы по рабочим дням. И если вас интересует больше информации, у меня есть примерно расписание, также какие-то описания канала на самой Twitch-странице. И также я буду постить в Twitter каждый раз, когда будут какие-то изменения на канале или когда я буду начинать новый стрим. И да, на этом это будет все. Спасибо вам за то, что смотрели. И увидимся в следующий раз.